Итак, всем привет, с вами Довгай, и мы продолжаем играть в Кайзер Шизу за теперь уже полноценную Российскую империю. Начинали мы с небольшого Трансамура, нас туда загнали во время прошлой гражданской войны, но во время этой мы смогли вернуть себе Россию и еще параллельно немножко Китая подхватили, ну так, по пути. Теперь нам что надо делать? Во-первых, восстановить, так сказать, экономическую нашу страну. Скорее всего, у нас сейчас откроются вот эти фокусы, по ним мы будем потихоньку проходить, я думаю. И застраивать промышленность, я единственное, дострою железные дороги, я думаю, от Владивостока до Петрограда, как я и обещал, так сказать, своей предвыборной кампании, сейчас все здесь активируется, хотя я вроде и так нажал, посмотрим, может тут уже пятого, но по-моему нет. Вообще-то это, так сказать, моя мечта, от Петрограда до Владивостока пятыми железными дорогами. И будем строить уже военные потом, заводы, я думаю, у нас промышленности не так много, но это скорее всего да, потому что у нас считается это все оккупированными регионами. Я думаю, сейчас мы получим национальные. И будем готовиться к войне, я думаю, сначала с Рейхспактом, да. В принципе, да, нам только Германия на Западе угрожает, но с Австрией тоже, наверное, нужно будет в один момент повоевать. Скорее всего, когда мы начнем войну с Германией, Австрия тоже вступится, они так любят. И вообще, османы, кстати говоря, очень хорошо себя показывают вот здесь. Да, у них огромные проблемы, кстати говоря, они воюют с Рейхспактом всем. Вау. Вот это, мне кажется, их погубит. Германия выглядит достаточно сильно, я бы сказал. Так вот, а с османы нам тоже бы, как бы, да, Черное море делать внутренним, вот эти все вещи. Ну, дойдем, дойдем. А пока поехали. И у нас удалили Сибирскую войну. Ну, это было справедливо. Главное, чтобы не поудряли другие вот эти вот бафы, потому что они, ну, очень солидные. То есть, вот это, допустим, приятно, да, там всякие. Вот это важно, вот это важно, вот это очень важно. И прям очень сильно. Опять-таки, вот это, допустим, приятно. И где-то еще здесь было потребление припасов наших. Вот здесь вот, да. То есть, вот это все вроде у нас остается, и это хорошо. Возвращения в новая Россия пока что нет. Давайте, смотрите, что мы сделаем. Давайте сделать Петроград столицей государства. У нас, может, так что-то, ну, типа, пройдет. Перенос столицы в Петроград есть. Судьба Кубани интеграция. Судьба Калмыкии интеграция. Судьба Центральной Азии интеграция. Потеряем мы немножко на этом по стабильности поддержкой войны, но потерпим. Дальше. Воссоединение России. Сибирские монархисты объединяют Россию. Отлично. Теперь можно японские инвестиции национализировать. Больше мы от них никак не будем ничего получать, но и нормально. Мы и сами теперь уже достаточно сильны. Далее. У нас разблокировались, еще не разблокировались фокусы. Ага, интеграция стран. Да, давайте. Судьба Астрахани. Ассимиляция. Так, у нас есть что-нибудь здесь еще? Петроград можно переименовать. Петроград звучит более патриотично, либо Санкт-Петербург. А, блин. Давайте Санкт-Петербург. Почему бы нет? Нам разрешат фокусы, надеюсь, брать. Но есть у нас еще кнопка на следе Керенского. Керенского. А, допустим. Давайте, допустим. А что по поводу... Санализации территории, ребята? И возвращение наших земель. Это не про эти фокусы? О, наконец-таки. Подожди, нет, это не оно. Все еще? Можно уже как-то, ну, дать нам корки там, да, туда-сюда? И здесь, ну, ничего не сломано? А, подожди, вот оно. О, наверное, нам нужно сделать, да? Все, окей. Ладно, это я, получается, не знал, потому что никто не сказал. Нам нужно сделать вот эту новую Россию самим. Здесь еще на западном есть этот. Поэтому нам нужно сделать сибирских ученых. Господи, очень интересная схема, ну, допустим. Военные заводы из стали, это, конечно, круто, но мы танки пока не делаем. Давайте 5 ТНП просто возьмем, чтобы ожидать и достроить. И выйдем в новых ученых, выйдем в новую Россию. О, кстати говоря, мы вышли из-под японского влияния, но из исследований не вышли. Я подозреваю, что даже если мы в войне, возможно, мы все еще будем исследовать одни и те же техи. И это, конечно, забавно. Как говоря, это могли делать уже во время войны, судя по всему. Ну, вот видите, Новониколаевск надо было контролировать. Это было намного раньше, я думаю, Петрограда и Москвы. Но, тем не менее, чуть-чуть опоздали. Ну, ладно. Хотя, исследование, конечно, жалко. Мы на год потом получим дебаф, последствия Сибирской войны. Ну, что поделать, как говорится, что поделать. Можно, кстати говоря, ввести военное положение, чтобы стапку поднять. Нам бы надо было ее поднять. А, ну, и сразу уходит. Ладно. Это не работает в этом моде. Окей, это запомнили. И у нас здесь, кстати говоря, новые концерны есть. Я бы танки, наверное, все-таки хотел поделать. Другой вопрос, какие? Наверное, просто средний, поэтому противопехотная плюс надежность. Да? И, наконец, у нас новые ячейки исследований, четвертые. Господи, как же нам ее не хватало. И, наконец-таки, оно есть. Новая Россия достигнута. Я так понимаю... Да. Нас все национализировали. Ура, товарищи. Точнее... А точнее, боже, царя, храни. Да. Я так и хотел сказать. Ладно, мы берем возвращение наших земель. Потом, наверное, возьмем индустриализацию. Будем смотреть, что нам там за фокусы нужны и доступны. А пока что влаживаемся, так сказать, в крипту. Точнее, в тяжелые истребители. И, господи, как же они дорогие по алюминию. Давайте хотя бы вот так сделаем, наверное, да? Это чуть-чуть нам облегчит нашу жизнь. Но поощрением недостаточно. Поэтому надо покупать еще и еще. Даже не знаю, кого покупать так, чтобы никого лишнего не бустануть. Ну, вот так пока что. И, да, производство, производство сейчас наладится по-жесткому. И вот оно, меняющиеся отношения. Ну-ка. Все устали. Ну, да, да. Декомбинация трансформы на Россию воссоединилась. И стабильность вместо поддержки войны. Слушайте, с одной стороны это позитивно, с другой стороны негативно. То есть, ну, позитивно, что стабильность, это от НП, вот это все, объемы. Приятно, но поддержку войны тоже терять не хочется, потому что нам еще надо будет повоевать. Ну, ладно, может у нас еще будут фокусы на то, чтобы это как-то поменять. Давайте-ка индустриализацию России теперь сделаем. Итак, мы можем делать инвестиции в улучшение слабо разных регионов нашей страны. Центральную Азию можем улучшить. А что здесь еще у нас есть? Претензии на Кавказ. Давайте-ка, смотрите, можем пойти в Украину, потому что Украина без альянса. Единственное здесь, да? Вообще, на Кавказ тоже можно было бы пойти. Да, давайте догадаться, что? Может, чуть-чуть экономику хотя бы поднять? Типа, вот эти вещи, наверное, было бы неплохо сделать, я думаю. С одной стороны. Восемь заводов все-таки приятно. Но с другой стороны, я пока войны эти, танки не делаю. Здесь 15 скидка на танки. Это очень жестко, надо обязательно их делать, я думаю. Давайте по этому чуть-чуть сюда сходим сейчас. И потом, наверное, в Украину, и потом, наверное, на Кавказ. Французы капитулировали. И остался только Британский Союз, но я думаю, к нему скоро высадятся. И, в принципе, на этом война, наверное, закончится. Давайте найдем их войну. Второй Вильдкрик, вот он. И да, Британский Союз капает, капает интернационал. Они потеряли 2 миллиона, эти 3 миллиона. Германия тоже 3 миллиона. Очень жесткие потери. Но, говорится, это еще только начало. А у нас... Ух! Здесь миллионов людских ресурсов доступно. Здесь. Это, конечно, интересно. Это, конечно, очень интересно. И что ж, индустриализация есть. Давайте-ка вставим в Восточную Европу. Плюс политка плевать, но поддержка воины, допустим, чуть-чуть полезна. Итак, есть наша Восточная Европа. Давайте-ка решим украинскую проблему. И фокус готов у нас. Отлично. События произойдутся, говоря. Можно особо ничего не делать. Давайте возьмем, наверное, вот эти фабрики, кстати говоря. Почему нет? И военных у нас слишком много уже. Я тут исследую вот это тоже ради темпа исследований. И по ядерке выйти попозже. И нам бы танки, на самом деле, да, исследовать было бы неплохо. Блин, только найти на это все время, блин, вот... Видите, какая большая проблема от того, что у нас ячеек так мало было вначале. И где-то, кстати говоря, вот оно. А пошлить людей либо требует подчинения. А, нет, давайте сразу. Атаковать у нас вряд ли выйдет диалог. Давайте-ка... Авиация сюда. Тактикулы сюда. Как приятно с большими радиусами, конечно, играть. И... Вот, если нам приобрести союзников, это кто? У нас нет союзников. Союзник только армия и флот. И авиация, конечно же. Ну, да, без проблем уже наша армия. Она и так хороша. Еще и авиация на нее появилась. Здесь куча опытных ребят. Я думаю, я уже госпитали из наших дивизий убирать не буду. Давайте уберем лишние шаблоны. Госпитали уже ладно. Пускай с ними буду до конца. Потому что... Воюем мы одной пехотой. И они уже очень много головолова и так подняли. Могут поднять еще больше. А в ваниле это просто не занерпленная мба. Потому что, ну... Ветеран дает плюс 75. Это... 75... То есть типа 1.75 умножится на все остальное. Здесь же мультипликативные бонусы, да? Так что, ну вот, вы получаете офигенный урон в итоге. Типа, давайте посмотрим. Вот... Вот эта дивизия здесь, допустим, будет воевать с кем-то. Вот так. Изменим на 300%. Кайф, верно? О, наше право голоса восстановлено. Отлично. Еще 2,5 НП. В целом у нас на самом деле и так его хватает. У нас только последствия сибирской войны нас сейчас душат. Они пройдут и будет вообще все отлично. Но, тем не менее. Если говоря, перешли в новый регион, давайте авиацию туда тоже перебросим. Хотя можно и часть авиации нашей и на вот этот регион еще оставить. У нас здесь все-таки есть что-то. Давайте вот это тоже еще использовать. С авиацией сразу мы смогли форсировать Днепр. Достаточно просто. Падение Лондона произошло. Ага. Ну что я могу сказать? Это АГГ, да. Произошло АГГ. Ну и мы уже здесь тоже неплохо продвинулись. В принципе, скоро должна быть капитуляция. После чего нам нужно быть готовым к войне с Рейхспактом, я думаю, уже. Можно, конечно, перед этим завалить османов, но я думаю, их можно оставить и на попозже. Правда, нам надо перед Германией немножко войск побольше построить. Я хочу вот одну механизированную армию построить. Ими попроще, чем с танками. Просто нужно просто бронетранспортеры исследовать. И на этом все. Танками нужно исследовать, во-первых, конечно же, танки до конца. Да, типа плохие произведить уже не хочется. И здесь тоже модули нужны. И Британия вернулась на свои острова. Можем их поздравить. В принципе, они там недалеки от нашей семьи романов, так сказать. А нам можно подумать, что мы хотим здесь сделать. Сделка с украинским владом звучит любопытно. Ну, давайте, наверное, что мы сделаем? Блин, тут Кубанк Саис, он же не станет это... Ну ладно, давайте сюда сделаем. Попробуем, может они там согласятся к нам присоединиться, как говорится. Просто они в Рекс Пакте, их-то защищают. Как бы так просто к ним не подбираться. Ну ладно. Ничего, давайте еще одну пехотную, наверное, армию в всяких случаях. Нам нужно больше дивизий. У нас 10 миллионов. Давайте же дадим им оружие. В Америке, в принципе, ничего неожиданного сейчас не происходит. Синдикаты просто добивают Тихоокеанские Штаты. Все очень просто. Падение Вашингтона в сфере произошло. А, все это время еще Вашингтон там держался, забавно. А, у нас вот здесь вот началась гражданка в Индии, наконец-таки. И османы... Да, османы, как я и говорил, проигрывают. Респакт, конечно, здесь держать не смогут. Хотя, скорее всего, какие-то их ресурсы они заберут себе. А вот, ну-ка, и, видимо, мир. Да, так и есть. Сманы. Все. Полностью все. И даже... Да, господи, скриптовый мир, видимо, Германия, да, замерилась не по скриптовому миру. А вот это, замерились они по скриптовому миру. И вот так вот получилось интересненько. Давайте-ка решим вопрос о Дон Кубанском Союзе. И я бы, знаете, что хотел сделать еще? Огнеметные танки. Да. Можно поэтому еще доисследовать соперного рота. Но, на самом деле, нам нужно доисследовать здесь все модификаторы. И делать хотя бы какие-то уже огнеметные танки. Приглашение из Японской империи. Опять нас приглашают. Они нас простили, так сказать. Нет, мы уже не присоединимся. У нас уже свой путь. Итак, здесь что мы можем сделать? Я думаю, ассимилируем все просто. Судьбу Украины, кстати говоря, пропустил. Надо было нажать тоже ассимиляцию. Но, видимо, она не засчиталась. Крым стал независимым. Кстати. Кстати, реально стал. Таким образом, хороший вопрос. Так, Дон Кубанский Союз требует, чтобы они сдались. Окей. И можно с Грузией тоже. Да вот, наметиться. Я, в принципе, был бы не против. Я, кстати говоря, перешел к своим классическим дивизиям. Вот таким вот. В принципе, можно будет убрать отсюда ПТО. И заменить среднетанковыми огнеметными. Но надо побольше, конечно. И у нас отдали КБ. Они, видимо, отказались. Неприятно. Ну что ж, Дон Кубань мы пока что пощадим. Я хочу ее прямо сейчас вступать с Рейхспактом в войну. У нас тут все-таки армии готовятся. Вот-вот будут. Поэтому давайте-ка вот сюда сходим. Здесь никто их не защитит. Этим можно, конечно же, воспользоваться. Здесь... А, здесь нет прохода. Окей. Тогда все полетят вот так. Только давайте даже прорывом нам кого-то ждать. Так, дивизии на позициях. В принципе, что нам... А, гарант, гарант. Неприятная ситуация. Неприятная. Ладно. Германия, мы это запомним, когда будет решаться твоя судьба. Так, да, все-таки Рейхспакт. Наша неочередная цель. Япония хочет контроль наших этих... Верфей. А. Эм... Нет. Деплодимали бы одну пехотную армию. Я верю, у них здесь со снабжением. Некоторые проблемы, наверное, потому что вот сюда не включено... Не включилось сразу на них. Это классика. У вас на Фельдмаршале здесь включена моторизация, но на новых дивизиях нет. И потихоньку, потихоньку мы подходим также к нашим танкам. Только я не верю, что мы их успеем применить, честно говоря. Но почему нет? И добавляем, наконец-таки, танки уже в наши дивизии сюда. Огнеметные, конечно. Почему нет? И можно бы то немножко, да, сократить опять. Думаю, вот так. Здесь все хватает. Огнеметных можно еще побольше. Как бы, кто нам мелочится-то с нашими-то ресурсами теперь. И продолжаем здесь тренировать нашу авиацию. И она нам очень пригодится. И на конецкие последствия сибирской войны ушли. Можно теперь мы демобилизоваться, я думаю. В принципе, да. Че нет-то? Все равно мы будем сидеть сейчас на валет-нп. И да, наши военные заводы, конечно, строятся как бешеные. Скоро мы будем готовы к войне с рейс-пактом. Османская контрреволюция. О, они даже реально какие-то территории имеют. Ну, не сильно интересно, что там будет происходить. Добиваются здесь что, Египет? А, Каирский пакт добивается. Забавно. Синдикаты тем временем просто сидят. Вот если бы, кстати говоря, синдикаты в эту войну вступили, я думаю, ситуация была бы совсем кардинальная. Скорее всего, прямо противоположная. Тут, кстати говоря, синдикалисты в Мексике. Синдикалисты? Толисты. Тем не менее, интернациональная шваль. Потихоньку Централь-Америку захватывают. Да, и они победили в Америке, синдикалисты. Можно... О, идет голосование за восстановление прав Америки. В концессиях нет. Против. Синдикалистов мы будем душить. Конечно же. И слушайте, ну мы готовы? В принципе, что я могу сказать? Вот это только чуть-чуть дообучить осталось буквально. Потому что я сюда еще танки тоже добавил. И да. Керт возьми. Мы уже... Считайте, готовы нападать? Авиация у нас уже почти вся готова. На позициях. В принципе, в принципе, я не вижу особых проблем уже думать о нападении. Ну что, вообще, да, я думаю, можно уже и начинать. Мы, в принципе, готовы. Вот отсюда у нас не прикрыт фронт. Ну, я просто почему так делаю? Думаю, надо запушить сюда. И потом уже сделать фронт как получится. И вот эта армия у нас тоже освободится. Пойдет как раз таки на юг. На севере здесь у нас только Финляндия. Других как бы странно особо-то и нету, да. То есть вот так финальним это пушим. Потом, после Кубани, просто вся армия пойдет сюда. Респактин, наверное, великой держава только Германии. И, скорее всего, Антиталия. Потому что это все марионетки. Так что нам нужно будет убить только Германию. Войска все на позициях. Не вижу причин не начинать атаку. Да, поехали. Но, но, война уже будет со следующей, ребята, серии. С вами был Допгей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, ребят. Дискорд, Твич. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.